Детская шапочка спицами вяжется легко и просто, с частичным вязанием. Я набрала 40 петель и 10 рядов буду вязать резинкой один на один. Одна лицевая, одна изнаночная. Кромочную снимаю, не провязывая. Дальше свяжу лицевую, изнаночную. И буду чередовать до конца ряда. Вот у меня изнаночная, вернее лицевая, изнаночная и последнюю сниму, провяжу изнаночную. Поворачиваю вязание. И следующие ряды буду вязать по рисунку. То есть лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. Чтобы связать резинку. Буду так вязать 10 рядов. И так у меня связано 10 рядов резинкой. Это у меня изнаночный ряд. Я вязала спицами третьего размера. И сейчас возьму 3,25. Там советуют на размер больше. То есть 4. Начать 3,5. А продолжить 4,5. Но я вяжу слабо. Поэтому всегда беру спицы потоньше. Я решила вязать бамбуковыми. У меня их просто размеров больше. И сейчас ряд провяжу лицевыми петлями. То есть все петли лицевыми до конца ряда. С лицевой стороны получилась вот такая полоска изнаночных петель. Рубчик такой. И сейчас я буду вязать лицевой гладью. Значит первый ряд буду вязать лицевыми. И не довяжу 5 петель. То есть по принципу пятки бумеранг. Или просто частичного вязания. Только буду не довязывать каждый раз по 5 петель. И у меня получится первый раз я не довяжу 5 петель до края. Второй раз 10. Третий 15. И потом возвращаться. Не довязывать я буду с обеих сторон. Сейчас посмотрим сколько петель. 1, 2, 3, 4, 5. Еще одну петлю провязываю. Поворачиваю вязание. И сейчас буду вязать изнаночными. Здесь петельку оберну. Буду вязать изнаночными. И снова не довяжу 5 петель до конца ряда. То есть вяжу лицевой гладью. В лицевых рядах лицевыми. В изнаночных и изнаночных. Я не довязала 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Поворачиваю вязание. И сейчас буду вязать лицевыми. И не довяжу снова 5 петель. Но уже до первого не довязанного. То есть не довяжу 10 петель. Накиды при этом не считаются. Сейчас посчитаю сколько петель осталось. Вот это у меня накид. 1, 2, 3, 4, 5. Одну петлю еще должна провязать. Поворачиваю вязание. Здесь у меня 10 петель. Накид. И вяжу изнаночными. Снова не довяжу 5 петель до следующего накида. Вернее до первого накида. Я не довязала снова 5 петель до вот этого поворота, до накида. Или всего до конца края 10 петель. Поворачиваю вязание. Так. И сейчас снова не довяжу 5 петель до поворота. Или уже 15 петель до конца ряда. Я уже перевязала 1, 2, 3, 4, 5. У меня здесь 15 петель. Поворачиваю вязание. И не довяжу 15 петель до следующего края. Почитаю петельки. 1, 2, 3, 4, 5. Поворачиваю вязание. И сейчас я буду прибавлять. Вязать участки подлиннее. Вяжу вот эту часть. Вот дошла я до первого поворота и провяжу 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5 петель. Накид я провязала вместе. Так. Так. Я, пожалуй, провяжу 4 петель. Потому что здесь 2 накида рядом будет. Поворачиваю вязание. И точно так же. И точно так же провяжу изнаночный ряд. Сейчас я просто вяжу до накида. Вот накид. Вот накид. Я его провяжу вместе со следующей петлей. Все это я вяжу изнаночной. Все это я вяжу изнаночной. Это у меня первая, вторая, третья и четвертая. Следующая у меня идет с накидом. Поэтому я... Тут 2 накида не хочу, чтобы было. Поэтому я сейчас поверну вязание. И так я буду приближаться к краям. Провязываю накид со следующей петлей. Здесь у меня еще один накид. Я его вяжу со следующей петли. Это у меня первая, вторая, третья и четвертая. И здесь я делаю поворот. Потому что следующая будет с накидом. И провяжу точно так же до накида. Ну, дальше покажу. Хотя, я думаю, уже все понятно. Вот я довязала до петель с накидами. Так, последняя одиночная. Дальше идет накид. Я вяжу ее со следующей изнаночной. Дальше еще один накид. Это первый раз. Два. Три. Четыре. Так. Пусть четыре. Пятая пять у меня там. Такие как получится. Строены. И вяжу до... Так. И я вяжу этот ряд до конца. Вот я дошла снова до накида. Вяжу со следующей лицевой. И вот этот накид снова со следующей лицевой. И тут уже до конца ряда. Здесь у меня осталось 1 накид. Но я его провяжу в следующем ряду. И этот ряд я буду вязать лицевыми. Хотя он изнаночный. Чтобы получился рубчик. Первый снимаю. И вяжу лицевыми. Вот я довязываю ряд до конца. Накид провязываю со следующей. Следующий накид тоже. Я вяжу лицевыми. И лицевыми до конца ряда. Кромочную. Изнаночные. Чтобы такой вот красивый. Край получился. Я не советую заранее. Если вы вяжете из нескольких тонких ниток. Сматывать их. Потому что вот. Одна ниточка выбивается. Может две. Выбивать. И поэтому лучше. Как бы. Я аккуратно не сматывала. Поэтому лучше. Вязать. Из бобин. Или из мотков. И вот смотрите. У меня. Получился. Такой. Первый фрагмент. Вот. Он. Такой. Выбоклый. И мне надо связать еще пять таких фрагментов. Сейчас буду повторять все тоже. Не довяжу пять петель. С одной стороны. С другой. Потом десять. И как я вязала. Я связала шесть таких секций. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. У меня уже шапочка вырисовывается. И сейчас я закончу вот эту часть резинкой тоже один на один. Свяжу десять рядов. Перейдем на более тонкие спицы, которыми я вязала вначале. Десять рядов свяжу резинкой и закрою петли. И вот. Связана резинка. Сейчас просто закрою эти петли. Закрою ее время резинки. То есть если впереди у меня изнаночная, то я две петли провяжу вместе изнаночная. лицевая. Если лицевая, то я провяжу лицевая. и такси петли. Так. У меня связана. Петли все закрыты. И сейчас я наберу вот здесь двадцать петель. двадцать одну даже петлю. Сейчас на круговых вязать будет просто смешно и неудобно. Поэтому я наберу все-таки на короткие. раз, два, три, четыре, ну и так далее. двадцать одну петлю. И вот я набрала двадцать одну петлю. И среднюю одиннадцатую петлю выделила маркером. У меня это скрепка цветная. Она мне не будет мешать. И первый ряд я провяжу лицевыми петлями. Еще себя проконтролирую, чтобы была двадцать одна петля. Сейчас мне еще один ряд придется провязать просто лицевыми. Потому что мне не хотелось отрывать ниточку. Я вязала по лицевой стороне. А здесь нужно выполнять убавки. И убавки я хочу выполнять тоже по лицевой стороне. А в изнаночном убавки не буду. Поэтому я просто еще один ряд провяжу лицевыми петлями. Ушки мы будем вязать платочной вязкой. То есть все ряды лицевыми петлями. Просто лицевые петли до конца ряда. Следующий ряд вяжу лицевыми. Это у меня лицевой ряд. Первую снимаю. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А девятую и десятую я провяжу вместе. Так, можно так вот их просто провязать. Можно эту провязать и протянуть через нее снятую. Чтобы наклон был сюда. Эту провяжу лицевой. И две вместе лицевой. С наклоном вправо. Вот. У нас здесь убавление идет. Можно было вязать без этой средней. Но здесь как-то получается как дырочка. И поэтому я решила сделать дополнительную петлю. Довязываю до конца ряда. Изнаночные провяжу просто лицевыми. И буду так продолжать эти два ряда. Изнаночные вязать лицевыми. А лицевые вязать тоже лицевыми. И выполнять такие убавки. Перед маркером и до маркера. Пока на спице не останется семь петель. Сейчас еще покажу убавку один раз. Так. И восьмая, девятая. У нас. Если вам трудно ориентироваться. То можно маркер ставить перед этой петлей. Можно здесь провязать просто вот так. Две вместе. Еще сокрытие на две петли. И продолжаю вязать дальше. У меня осталось семь петель. Получилось вот такое красивое ушко. Сюда я буду пришивать пуговицу. и сейчас провяжу еще один ряд изнаночный. Просто без убавок. И закрою петли. Маркер не нужен. И петли просто, как обычно, две вместе. Возвращаю на спицу. И второе ушко свяжу точно так же. Но я его буду вязать длиннее. То есть, после того, как у меня останется семь петель, я буду вязать его еще дальше. И в конце свяжу петельку для застежки. Ну вот, ушко готово. Отрежу и запрячу хвостик нитки. Такая красота получается. Я связала для этого ушка 50 рядов платочной вязкой. И сейчас свяжу отверстие для пуговицы. Первые три провяжу, как обычно. А затем две закрою. Так, пожалуй, я две провяжу. Две вместе. И еще раз две вместе. И здесь лицевая и кромочная и изнаночная. В следующем ряду я добавлю петли. Вяжу лицевыми. Затем сформирую две петли. И провяжу до конца. Так, сейчас я закрою две петли в начале ряда. Так, вернее, одну петлю провяжу две вместе. Вновь набранные провяжу лицевыми. И провяжу этот ряд до конца. В начале этого я тоже провяжу две вместе. Ну, чтобы конец завязки, ну, застежки был немножко остреньким. и провяжу лицевыми до конца. И сейчас закрою все петли за один прием. Так. 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 Осталось отрезать нитку, спрятать кончик и пришить пуговку. Щапочка готова. вязать такую шапочку легко и быстро как вы уже убедились подойдет она как мальчикам так и девочкам и что еще ценное она с ушками